Я волшебник В некотором царстве, в некотором государстве жил-был солдат. Служил он долго и безупречно, службу знал хорошо. На смотры, на учения приходил чист и исправен. Стал последний год дослуживать. Как на беду не возлюбило его начальство, не только большое, да и малое, то и дело под палками отдувайся. Тяжело солдату стало, и задумался он бежать. Ранец через плечо, ружье на плечо, и начал прощаться с товарищами. А те его спрашивать. Куда идешь? Альбатальонный требует. Не спрашивайте, братцы, подтяните-ка ранец покрепче, да лихом не поминайте. И пошел он, добрый молодец, куда глаза глядят. Много ли, мало ли шел, оказался в ином государстве. Усмотрел часового и спрашивает. Нельзя ли где остановиться и отдохнуть? Часовой сказал ефрейтору. Ефрейтор офицеру, офицер генералу. Генерал доложил самому королю. Король приказал позвать служивого пред свои светлые очи. Вот явился солдат, как следует, при форме, сделал ружьем на караул и стал как вкопанный. Говорит ему король. Скажи мне по совести, откуда и куда идешь? Ваше королевское величество, не велите казнить, велите слово вымолвить. Признался во всем королю по совести и стал на службу проситься. Хорошо, сказал король, наймись у меня сад караулить. У меня теперь в саду неблагополучно. Кто-то ломает мои любимые деревья. Так ты постарайся, сбереги его. А за труд дам тебе плату немалую. Солдат согласился, стал в саду караул держать. Год и два служит, все у него исправно. Вот и третий год на исходе. Пошел однажды сад оглядывать и видит, половина, что не есть лучших деревьев поломана. Боже мой, думает сам с собою, вот какая беда приключилась. Как заметит это король, сейчас велит схватить меня и повесить. Взял ружье в руки, прислонился к дереву и крепко-крепко призадумался. Вдруг послышался треск и шум. Очнулся добрый молодец. Глядь, прилетела в сад огромная страшная птица. И ну валить деревья. Солдат выстрелил в нее из ружья. Убить не убил, а только ранил ее в правое крыло. Выпало из того крыла три пера. А сама птица по земле на утек пустилась. Солдат за нею. Ноги у птицы быстрые. Скорехонько добежала до провалища и скрылась из глаз. Солдат не убоялся и вслед за ней кинулся в то провалище. Упал в глубокую-глубокую пропасть. Отшиб себе все печенки и целые сутки лежал без памяти. После опомнился, встал, осмотрелся. Что же, и под землей такой же свет. Нет, стало быть, думает, и здесь есть люди. Шел-шел, перед ним большой город, у ворот караульня. При ней часовой. Стал его спрашивать, часовой молчит, не движется. Взял его за руку, а он совсем каменный. Вошел солдат в караульню. Народу много, и стоят, и сидят, только все окаменелые. Пустился бродить по улицам. Везде то же самое. Нет ни единой живой души человеческой. Все, как есть камень. Вот и дворец, расписной, вырезной. Марш туда. Смотрит, комнаты богатые. На столах закуски и напитки всякие. А кругом тихо и пусто. Солдат закусил, выпил. Сел было отдохнуть, и послышалось ему, словно кто-то к крыльцу подъехал. Он схватил ружье и стал у дверей. Входит в палату прекрасная царевна с мамками, с няньками. Солдат отдал ей честь. Она ему ласково поклонилась. Здравствуй, служивый. Расскажи, говорит. Какими судьбами ты сюда попал? Солдат начал рассказывать. Надеялся, де, я царский сад караулить. И повадилась туда большая птица летать, да деревья ломать. Вот я подстерег ее, выстрелил из ружья и выбил у ней из крыла три пера. Бросился за ней в погоню и очутился здесь. Это птица? Мне родная сестра. Много она творит всякого зла. И на мое царство беду наслала. Весь мой народ окаменило. Слушай же, вот тебе книжка. Становись вот тут и читай ее с вечера до тех пор, пока петухи не запоют. Какие бы страсти тебе не казались, а ты знай свое, читай книжку. Да держи ее крепче, чтоб не вырвали, не то жив не будешь. Если простоишь три ночи, то выйду за тебя замуж. Ладно, отвечал солдат. Только стемнело, взял он книжку и начал читать. Вдруг застучало, загремело. Явилось во дворце целое войско. Подступили к солдату его прежние начальники и бронят его, и грозят за побег смертью. Вот уж и ружья заряжают, прицеливаются. Но солдат на то не смотрит. Книгу из рук не выпускает, знай себе читает. Закричали петухи, и все разом сгинуло. На другую ночь страшней было, а на третью и того пуще. Прибежали палачи с пилами, топорами, молотами, хотят ему кости дробить, жилы тянуть, на огне его жечь. А сами только и думают, как бы книгу из рук выхватить. Такие страсти были, что едва солдат выдержал. Запели петухи, и наваждение сгинуло. В тот самый час все царство ожило. По улицам и в домах народ засуетился. Во дворец явилась царевна с генералами, со свитою, и стали все благодарствовать солдату и величать его своим государем. На другой день женился он на прекрасной царевне и зажил с нею в любви и радости. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец!